МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Без разрешения". -"Без разрешения". Это технический термин, используемый в некоторых видах боевого спорта для описания боя, который заканчивается по причинам, не связанными с бойцами или судейской бригадой, без победителя или проигравшего. В соревнованиях по смешанным боевым искусствам ММА решение обычно не объявляется, когда случайный запрещенный удар, правила использования которого отличаются в каждой организации, приводят к тому, что получивший удар боец не может продолжать бой. Это решение принимается судьей, врачом, бойцом или его углом. Каждый боец получает результат без решения, засчитанный в их рейтинге и не оценивается ни как выигрыш, ни как проигрыш. Побои от преднамеренных запрещенных ударов, которые заставляют бойца не продолжать поединок, не объявляются как без решения, а определяются как победа и поражение путем дисквалификации для соответствующих бойцов. В 2007 году результат боя между Робом Эмерсоном и Греем Мейнардом в финале турнира по ММА Ultimate Fighter 5 Seasons остался без решения. Мейнард ударил самого себя, временно потеряв сознание, во время тейкдауна Эмерсона, который затем сдался из-за усугубившейся травмы ребер. Каждый из них не знал, что другой боец не способен продолжить поединок. В ожидании официального анонса многие полагали, что Грей Мейнард будет объявлен победителем, поскольку Эмерсон сдался, а оказалось, что Мейнард был вовсе невредим. Без решения было принято судьями из-за неспособности обоих бойцов продолжить поединок. Кадры с одного из углов затем транслировались, показывая, что Мейнарду нужна была помощь рефери, чтобы встать с пола только для того, чтобы снова упасть. В мае 2008 года на Legends of Fighting Championship 25 произошел переломный момент, когда Тайлер Брайан и Шон Паркер повалили друг друга одновременно обоюдными разрешенными ударами. Судья Шони Картер, удивленный и неуверенный в правилах, в конечном счете огласил результат. Без решения, вместо ничьи. Оба бойца стали звездами вирусного видео и закончили свою короткую бойцовскую карьеру позже в этом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова